Лозунг, опубликованный на сайте «Страна глухих», «Инвалид не приговор», как нельзя точно определяет жизненную позицию тех, кто пришел сегодня в Тир музыкального училища для участия в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. Это традиционные ежегодные состязания, в которых с удовольствием принимают участие люди с ограниченными возможностями. Даже погодные условия не стали препятствием для совместного отдыха и общения. Правда, навык, приобретенный ранее, некоторым пришлось вновь восстанавливать. А теперь стреляем, все. Это второй день мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов. Вчера прошли соревнования по дартсу, шашкам и шахматам. Очевидно, что проведение подобных дружеских встреч – это одна из возможностей для самореализации этой категории граждан. Борис Самохвалов получил инвалидность в результате профессионального заболевания. Но активная жизненная позиция не позволяет ему замыкаться в себе. Он бессменный участник всех мероприятий. Круг общения – это раз. Ну и второе. Я все-таки занимаюсь и в Пензу ездил на соревнованиях. Шашки, шахмат, дартс. Это успокаивает нервную систему. И все отлично. Кузнецкое общество инвалидов насчитывает более 700 человек. Зачастую это самые жизнелюбивые, энергичные люди, которые не желают поддаваться недугу и стремятся вести нормальную, полноценную жизнь. У нас, у людей с ограниченными возможностями, к жизни больше интереса, больше оптимизма, больше желания жить, стремления, быть активным, не замыкаться к себе. Для этого общество у нас и создано, для этого мы проводим вот эти вот все соревнования, организуются, где мы общаемся, где мы… То есть, благодаря тому, что проходят вот такие мероприятия, люди не остаются наедине с самим собой. Это очень здорово для инвалидов.